Третьего раунда. Да. Все-таки небольшое преимущество у Назара Андреева, мне кажется. Идил Саев, ему 35 лет. Назару Андрееву, 22 года. Хороший удар в корпус. На повторе видим. Ну да, и четвертый, заключительный раунд. Последнего поединка предварительного карта. Кирилл Саев против Назара Андреева. Попал сейчас Назар. Зажал, да, канату и нанес неплохой удар. Он был точным. Еще в корпус. Хорошие переводы. Корпус, голова, голова, корпус. Да, и в этом четвертом раунде пока очень активен Назар. Но Кирилл пока держится. Держится, отвечает. Через блок сейчас достал Назар Андреев. Еще. Работай, Кирилл. Крича, трибуны. Пока Назар не дает работать Кириллу. Хороший размен. Снова зажал канатом. Последняя минута четвертого раунда. Хорошая двойка зашла у Кирилла сейчас, Исаева. Но Назар ответил в своей комбинации. Такой взрыв в спорт. Перевод, голова, корпус. Неплохо сейчас у Назара. Кирилл отходит назад. И что, будет первый нокдаун или что? Пока нет. Концовочка. Концовочка. Боя 20 секунд. И на такой тихой ноте, низкой ноте завершается вот этот поединок. Да, бой был хороший. Но, да, мне кажется, все-таки Назар Андреев был интереснее, активнее. Точнее, задержательнее, что ли. Чемпион Европы. Многократный чемпион России. Чемпион Олимпийской сборной России 2004-2008 годов. Заслуженный мастер спорта по боксу Российской Федерации. Да, и кубок победителю будет вручать Георгий Руслан Жабалакшин, депутат в госсобрании Елтумен. Титулованный наш боксер, призер Олимпийских игр. Многократный чемпион России. Трехкратный чемпион Европы. Призер чемпионата мира. Георгий Руслан Жабалакшин. Кому же вручит он кубок? Сейчас узнаем. Что-то мне подсказывает. Им будет все-таки Назар Андреев. Да, ну, атмосфера на арене. Триумфа. Она потрясающая. Полные трибуны. Триумфа. Продолжение следует... Так, небольшая пауза. Кирилл Исаев и Назар Андреев. Итак, уважаемые любители бокса, в этом поединке в виду единогласным решением судей одержал спортсмен, представляющий якутский город Москву Назар! Назар Андреев, что и требовалось доказать, Назар Андреев становится победителем вот этого противостояния. Поздравляем Назар Андреева. Дегендарный Георгий Волокши. Вручает тубок. Всем плода. С дебютом тебя, Назар. Всем поздравляем нашего молодого и перспективного боксера. Смотрим хайлайт боя. Спасибо. Дегендарный Георгий Волокши. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Анастасия Алексеева ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok И настало время представить вам поединки основного карта Субтитры делал DimaTorzok Итак, дорогие друзья, мы переносимся на главный карт турнира, основной карт, как-то называется, и принц сейчас пригласят африканских боксеров Дорогие господа, я готов представить вам участника боя, который идет в полулегком весе Итак, встречайте спортсверт в Намибии, призвольтам, Хайтафро, Намибия, Лазарус Шаниква из Намибии Африканские мотивы Вот он, Шаниква Заряжен боксер Его соперником станет наш Михаил Варламов Батя где? Батя? Привет, привет, я буду работать Да, в фантане Это флаг Намибии на голове у Лазаруса Шаниква Друзья, а теперь в ринг выйдет наш боксер, мастер спорта, семикратный чемпион Дальнего Востока Михаил Варламов Да Мощный саундтрек Да, подвеснял Уранхай Я думаю, должен зарядить Михаила, ну и публику, конечно Михаил очень скромный парень, да, воспитанный Очень скромный, воспитанный И вот мы увидели, как его сопернику они вышли в такой профессиональной манере Более открытые, раскрепощенные танцы Но я думаю, что по боксерским навыкам Михаил ему совсем не будет уступать Потому что это один из сильнейших боксеров Дальнего Востока Это трехкратный четвертьфиналист чемпионатов России Да А выйти в четвертьфинал чемпионата России Это действительно непростая задача Да, ну Василий, во-первых, позволим поздравить вас Спасибо огромное С победой, с победой Назара Андреева Очень волнительный бой был И, конечно, хотелось еще более уверенно боксировать и побеждать Но для дебюта я думаю, что это неплохое начало Два нокаута в активе у Лазаруса Шанигм Да, смотрим График борт Лазарус Шанигм Своеобразный такой танец у него Да А вот его соперник напротив красного угла Боксеру 30 лет Рост 172 сантиметра Вес 58 килограммов 300 граммов Он мастер спорта Семикратный чемпион Дальневосточного генерального округа Четырехградный чемпион Республики Саха Якутия И сегодня у него профессиональный дебют Представляет боксерский клуб «Панчер» Якутск Султар Михаил Балан Зал взрывается аплодисментами очень многие клиенты, наверное, клуба «Панчер» И воспитанники Михаилов, я думаю, что и друзья пришли поддержать, посмотреть Мне, на самом деле, это один из тех поединков, где мне интересно посмотреть, как Михаил свой любительский стиль построит под профессионалом Михаил Да, кстати, оба боксера легшие Оба легшие Первый я видел несколько боев в Ютубе Представители Намибии Лазаруса Да Шанингва Шанингва Да, конечно, боксеры были шокированы, да Нашими морозами Которые, да, в день прилета в Португалию Взорвали Да, минус 47 градусов и они взорвали, да Все соцсети России и паблики популярные Да И популярные И популярные Боксерские паблики Мировые Да Неплохо, неплохо работает Хороший, размашистый удар у Лазаруса Шанингва Конечно, козырь Михаила Это быстрые удары Очень скоростной парень Достает Михаила Хорошим левым ударом Да Михаил Михаил занял центр ринга у нас И так Пытается прессинговать Сталкивает соперника передней рукой Подводит канат И его здесь пытается Да, оба заряжены на удар, да Хороший акцент И не бросает вдвоем Джефф, 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 джефф по корпусу доносит Спортсмен из Донези Хороший боковер Михаила Такая больше оппозиционная борьба в центре ринга у нас Кто кого просчитает Спирку Передней рукой показал в живот И с этой же руки пробьем по голове боковой удар Соперник видно такой размашистый, нестандартная у него техника Очень хорошо Здесь могло Могло быть обоюдно опасно Левой на левую Здесь неплохой отмен Держит Шесть раундов Шесть раундов Это серьезная уже дистанция Не спешат Ставить стул Лазарусу Шанин Очень интересно Секундирует Михаила Мастер спорта Руководитель клуба «Панчер» Достаточно известного в нашем городе Очень многие любители бокса Начинают Девотить детей туда, занимаются Новый зал открывается Совсем скоро Михаил Михаил уже достаточно Зрелый спортсмен И он и Можно сказать Знает, как готовится Каким боям Я думаю, он сам разбирает Ну и неплохой тандем у них с Филиппом Получается Второй раунд Второй раунд Очень мне нравится Вот такой быстрый джеб у Михаила Отлично Пытается подловить его сильнейшим на сильнейшим Слева налево Лазару Шанилова Лазару Шанилову смотрится так немного коряво Но Эта корявость Мне кажется Она Даже доставляет Неудобства Михаилу Стандартный Так скажем Спортсмен Стандартной техникой Уууууууу передний джек михаил очень хорошо заходит контролирует дистанцию быстрее удар доходит раньше но а соперник улыбается крепкий парень все в порядке придерживают придерживать михаила приходится вмешаться рефери да но это наверно опыт где-то такие небольшие показывают и защитные навыки как это вот нами бить в кожанах шорта да я вижу не знаю конечно сколько это удобно вот здесь вблизи конечно он неплох одной рукой держит второй пытается выбрасывать удары рефери не вмешиваться сейчас сделают замечания достает и михаил попал да да на берет паузу сидит на колене торопится вставать посмотрим посмотрим видно пойду лазару пойду при соревнования потрясел и держит еще пытается держать 10 секунд до города . второго раунда достоял продержался надо отдать должное но и сделал это грамотно не стал спешить видно у него есть хороший боевой опыт да и конечно же мы этот удар увидим на повторе хотелось бы да вот сейчас еще посмотреть по моему с левой руки вот так двойку пробил контур атаки так это начало боя вот здесь обоюдно опасно несколько раз было вот он пол да вот этот удар правой и левой вот он четко потряс его ударом голову в подбородок да ну и пока это первый такой нокдаун до на вечеря профессионального бокса в якутске посмотрим смог ли восстановиться вор лазарус шанин 2 и возьмет ли он паузу это всего лишь третий раунд впереди нас еще ждут три три раунда по три минуты до михаилу сейчас не стоит торопиться вот сейчас очень хорошо попадает видно михаил прочувствовал дистанцию и устраивают они настоящую зарубу и устраивают они настоящую зарубу и используют свой скоростной джеб вот здесь сам пропускает михаил удар так прошел вскользь вот джеб на джеб у михаила заходит стабильно каждый раз когда он его выбрасывает навстречу лазару шанин во все пропускает очень хорошо поймал сильнейшие руки в разрез отлично на сайт степи снизу поднимает выбрасывает выбрасывает вот эти удары по воздуху серьезный ресурс забирает у него лазарус да придерживает да придерживает и использует все фишки все грязные фишки профессионального бокса я вижу потек нос у спортсмена из нанимибии вот хорошо несмотря на пропущенный удар идет вперед еще пропускает хороший удар сильнейшей рукой вот варламова вот тут же шанин два хорошо михаилен ходит конечно действуя вторым номером вообще прекрасно разбирается но лазарус как будто бы на первый раунд вышел да в одном темпе все интересно интересно конечно сейчас послушать что же говорят михаилу что говорят лазарусу лазарусу вот они еще лучшие моменты третьего раунда третьего раунда это обратил внимание что когда михаил начинает работать на скорость одиночную он попадает и практически ничего не пропускает в ответ от своего оппонента ну вот как только он дает так скажем повод идет в какую-то зарубу вот здесь какие-то шансы появляются у лазаруса четвертый раунд экватор пройден да скажем так боя за счет скорости михаил здесь обыгрывает вот здесь могло быть очень опасно такой серьезный хлесткий удар у ринга прям слышно правой правой левую выбрасывать постоянно подседает все скоростные джоги залетают хороший удар видим что у намибийца фунтиналка вообще на месте да да он смотрится коряло так скажем нестандартно но как первый раунд начал так и работают в одном темпе работает такое ощущение что удары на него особого влияния не оказывают вот он бьет так немного ногу заднюю задирает ну это своеобразная африканская школа наверное да конечно я думаю что это такая более профессиональная манера немного любителя боксирует челнока нет финт ну в четвертом раунде намибийца поактивнее да поактивнее выглядит выбрасывает множество ударов конечно мне вот интерес вот отлично я говорю каждый раз когда михаил выбрасывает скоростной джеб все там все достигает цели у манера у у манера биться большинство ударов такие с необычной траектории да сверху вверх сверху вниз диагональ там да да вот здесь он смотрим умело придерживает руку второй рукой пытается нанести удар ну вот здесь мне кажется и начинается самый настоящий бокс после третьего раунда да как будто и не было нокдауна ну да идет вперед сталкивает вот еще один удар а нокдаун это был в первом раунде да то есть он я думаю что он восстановился и уже где-то даже сталкивает михаил но я думаю что это такую тактику избрал михаил он понял что лучше работать в контратаке у него получается за счет вот своих скоростных качеств вот подлавливает на сайт степи конечно немного сумбурно выглядят атаки лазаруса но доходит до цели поэтому почему бы и нет интересный создает мне интересно будет ли интрига в этом бою потому что первые раунды мне кажется михаил был гораздо актив плюс еще нокдаун у нас это значит что он выигрывает раунд 10-8 посмотрим вот этот быстрый скоростной джет и выход пробил ушел но это чисто любительская школа пробил ушел вот здесь мы видим неплохо достает с сильнейшей руки в клинче подсел удивил немного михаила я думаю неплохая комбинате да перевод с корпуса на голову да ну опять же вот таких четких акцентированных ударов до цели на мебис вот как мы видим на повторе ну практически не доносит итак пятый раунд это у нас уже основной карт пять поединков позади такого мы сегодня еще не видели пятый раунд рвется в бой да хорошая двойка вот варламова хорошая сбоку залетает такое ощущение что он все-таки просчитал уже и вблизи он михаил михаил начинает доносить удары мы слышим подключается трибуна и болеют за лазаруса скандируют его имя интересно слышит ли он трибуну или ему сейчас совсем не до этого скорее всего не слышит, да? знаю, что из Санкт-Петербурга много приехало земляков михаила варламова специально к этому бою чтобы поддержать своего товарища стреляка ну определенно это, так скажем, флагман один из лучших спортсменов Сунтарского района не только Сунтарского, да, но и Дальнего Востока и стабильного восьмерки лучших сильнейших боксеров России весовой категории до 57 кг Крепкая голова, мне кажется, у Лазаруса столько ударов он акцентированных пропускает и так и не скажешь, что он как-то сильно потрясён или подсел функционально выбрасывает много таких ударов с замахом но Михаил всё видит и спокойно уходит джеб, снова джеб вот на этой дистанции, мне кажется, Михаил максимально комфортно боксирует, он всё видит может спокойно доставать своими скоростными быстрыми ударами Идёт вперёд Пытается даже забрать концовочку Лазарус, но у него это не совсем получается Да, но если смотреть на чисто акцентированные удары, которые доходят до цели, то здесь, безусловно, Михаил, я думаю, на карточках всех судей лидирует Ну, и стоит отметить, что функциональная подготовка у обоих спортсменов на уровне и Михаил не растерял своей скорости Лазарус продолжает также идти вперёд Вот здесь мы видим Да, видим, да, пропустил оказывается Да, Михаил пропустил навстречу с сильнейшей руки И, конечно, нужно быть внимательней Не терять концентрацию Ну и заключительный раунд, дорогие друзья Поединка основного карта Вечера профессионального бокса Михаил Варламов А против Лазаруса Жаниква Намибия Хорошим боковым ударом достал Михаил Навстречу снова джеб Потряс, 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 Михаил Ударом в сильнейшей руки Ох ты Это серьёзный, конечно, удар Я не представляю, как Лазарус не держит Ещё раз Да, поплыл, мне кажется, да Лазарус Жаник Поплыл, но он стоял на ногах А по правилам дом бокса И если ты не коснулся коленом пола Нокдал не отчитываю Держит, держит за ноги Сейчас, конечно Что-то мне подсказывает Да, Еле держится на ногах Лазарус Ну, а Михаил Варламов заряжен На удар Поймал тураж, мне кажется, даже Видно, видно, Лазарус потрясён Да, выживает, да, пока Но пытается заслужить бой Пытается восстановиться в этой возне Видит Сам, что тут попадает Я думаю, сейчас он вблизи и будет Заниматься тем, что подвязывать Михаила Сушить бой Понимаю, что Вот так, пошла последний минута Бой может закончиться досрочно Ну, вот здесь мы видим, что Михаил Контр-атаку пропускает И нужно ему быть внимательнее Не забываться, что Лазарус всё-таки это парень С опытом Конечно, хочется, наверное, Михаилу закончить этот бой досрочно Да И порадовать Всех, кто пришёл за него поболеть Вообще всех любителей бокса Республики Ещё раз попал Но Не стоит забывать, да, что И Лазарус обладает неплохим ударом И нельзя терять концентрацию Он снова вяжет Цепляется за ноги Заканчивается бой Наверное, можно всё-таки поздравить Михаила Варламова Мы поздравляем Михаила, поздравляем Филипа Щедых Поздравляем весь клуб «Фатчер» И всех любителей бокса Республики С очередной победой Силера Ру Проводитель проволоковской компании «Русь» Алексей Николаевич Васильев И вот мы смотрим Лучшие фрагменты Этого боя Были моменты, конечно, и у Лазаруса, но Михаил был толчней Быстрей Я думаю, что Это и принесло ему победу Так, ждём вердикта судей Награждать победителя и кубок вручать будет Алексей Николаевич Васильев Промоутер Компании «Русь» Итак, дамы и господа После шести раундового противостояния Все трое судей Оказались единогласны Он сам осознаёт, что проиграл этот бой После шести раундового противостояния Голова Коловина И У нас единогласны Единогласным решением судей Поведу одержал Михаил Мы поздравляем ещё раз Михаила Провел аппетитный поединок Я видел на предматченной пресс-конференции Лазарус очень уверенно себя вёл Было много разных жестов Но бой расставился по местам Да, фотографии на память Ну, надо отдать должное и африканцу, да Прилетевшим из такого далека Конечно, конечно Я думаю, что Только благодаря Лазарусу у нас такой получился Интересный бой Ваше задание Слово победителю Победителю боя Слово сейчас будет предоставлено Победителю боя Михаилу Назару Варламову Спасибо всем моим землякам Всему республике Сахай-Якути И родному Сунтарскому Сулусу И моим коллегам Боксёрским клубом Панчер Всем спасибо Наше восстановление Да, поблагодарил Земляков Всех жителей республики На поддержку Дорогие друзья Встречайте Оста Числяки Прик Dennis Рbew ix Х erleбли Б�� Слыш Терени Мет Слыш Слыш Субтитры создавал DimaTorzok 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 И настало время представить вам участников со главного боя вечера И он пройдет в первом тяжелом весе И в синий угол Приглашается паса из Уганды Королевский вес 90 килограммов Очень мощный парень Высокий, крепкий, мышечный Николас Абулия, у которого более 20 поединков Александр, ты смотрел его бои? Я, к сожалению, тоже не успел посмотреть бои, но видел, как он выполняет бой с тенью в зале Очень интересно посмотреть Видно, расслаблен на опыте Николас Абулия, из Уганды, кстати Все ребята из Африки неплохо на английском говорят Успели немножко пообщаться и с тренером И со спортсменами Буквально пару дней они приходили к нам в зал На тренировки Очень понравился им спорткомплекс «Триум» Заходили в борцовский зал Немного истории им рассказали И в красный угол приглашается якутский боксер Двенадцатикратный чемпион республики Петр Егоров Я помню наш первый чемпионат России с Петром Егоровым В первом бою он попал на лидера сборной Матвея Коробова И очень хороший бокс показал Конечно, все переживали Но Петр всех удивил Выходит под песню Роя Джонса Уже многие ребята, кто с нами боксировал в одной сборной Уже завязали А вот Петр идет к своей цели Находит в себе силу Находит мотивацию тренироваться Но сейчас будет интересно посмотреть Соперник выглядит очень атлетично у Петра И так, дорогие друзья Я представлю первого спортсмена в синем углу Традиционный херст файт аутовый футбол Ему 34 кг Серьезная весовая категория Серьезно, ребята Вес, конечно же, очень решает И с каждым килограммом удары все серьезнее и серьезнее В таких весах, как правило, бои Отведенные на них раунды Не проходят И заканчиваются досрочно Очень неплохой ринг-анонсер Видно, что с большим опытом Профессионал своего дела Петр Егоров Петр Егоров, да Он родом из Мегина-Фанагаласского Луса Является 12-кратным чемпионом республики Занимается боксом второй или третий год В Санкт-Петербурге, да? Тренируется в одном зале И вместе с чемпионом мира Дмитрием Биволом Что говорит об очень многом, да? Конечно, конечно Работа с таким спортсменом в одном зале Она многое дает Но я думаю, что очень сильный Сильное качество Петра Это его психология Он очень уверен Посмотрим Очень интересный бой Нас ждет Тут надо быть внимательным Главное не промокать И я еще летом заметил, что Петр Достаточно кардинально поменял свой стиль Если раньше это было Только вперед, ни шагу назад Снизу, сбоку Любые удары То сейчас Петр стал Двигаться неплохо На ногах Мы смотрим Доносит несколько хороших ударов Такое ощущение, что Шокирован, да? Да Були Не ожидал Хорошие удары Петр выжидает, выжидает, выжидает И проводит резкую атаку И проводит резкую атаку С наскока Пока, конечно, непонятно Николас Буллин не передней руки Он стоит, ждет По печени пропускает Вяжет Такое ощущение, что он настроился на бой Первый раунд он проспал полностью Ни одного удара А может сохраняет силы на полный бой Мы посмотрим, посмотрим Конечно же, не исключая, что это Каждого своя тактика Такой тактический ход Наверное, многие помнят бой Али против Формана Кстати, в Африке, да? Проходил? В Маниле Петр двигается, двигается, двигается И резко выбрасывает силовые удары по корпусу И по голове Такое, это такое Так Нокдаун Я, честно говоря, не увидел, что он пропустил Не увидел удара, который отправил Мандал Как-то резко очень упал Посмотрим Закрывается Спрячется за блоком Ой, по печени Несколько ударов по печени Трибуны шумят Показывает Готов едва Нокдаун уже в первом раунде Да и Спасает, скажем так, да? Спасает Петра Егорова Нет, не Петра Егорова А Никола с Гули Посмотрим-посмотрим, конечно же Но Первый раунд в одну кассу И я думаю, что если бой Так, если Ничего не поменяет Никола с Гули То во втором раунде Я думаю, бой может и закончиться Столько ударов Он пропускает И ни одного удара В ответ Точного Держит, вяжет Очень много ударов По животу пропустил Ну вот Непонятно, что Где он пропускает Садится Может быть От усталости Вот здесь хорошо Достает Петр Бокалы Да, ну и мы С потерпением ждем Начала Второго раунда Что-то мне подсказывает Петр Егоров Постарается сейчас Да Так, Никола с Гули У нас Пытается спровоцировать Петра на атаку Но я думаю, что это И без этого будет Да Все, хорошо Я думаю, что здесь Уже бессмысленно Продолжать Бой Да И Бой остановлен Я думаю, что это Правильное решение Нокаутом Петр Егоров Побеждать Мы поздравляем С этой победой Я думаю Не стоит Николасу Гули Так сильно Удивляться В принципе Он ничего не сделал Для того, чтобы Бой был Продолжен То есть Не оказал Никакой Никакого Сопротивления Приглашается Министр Министер Культуры Республики Санкт-Петербурга Леонид Николаевич Смирнов Поздравляем Я думаю, что Это особенно приятный момент Побеждать дома При своей публике Да Поздравлять и вручать Кубок Егорову Сейчас будет Министр спорта На республике Леонид Николаевич Передзона Передзона Продолжение следует... Ну это называется техническим нокаутом Скорее всего, да? Да, это технический нокаут Когда в рефери вмешивается Останавливает бой Но я думаю, что рефери абсолютно прав То есть В первую очередь Должен заботиться О здоровье спортсмена Продолжение следует... Да, безусловно, очень рад Порадуемся Петра Егорова И общее фото Да, Василий Шестаков Дмитрий Павлов Люди, которые приняли участие Непосредственной подготовки Петра Егорова Да, это был первый... Это первый раунд Моменты Здесь просто, мне кажется Петр его снес Спасибо! Петр, пару слов Пару слов Родной публике Насколько известно Уже несколько лет Ты живешь и тренируешься В Санкт-Петербурге И для тех, кто знает В одном зале С Дмитрием Бивовым Давайте поаплодируем Спасибо! Ну а сейчас Петр поприветствует Свою публику Всем любителям Всем болельщикам Большое спасибо! Порадовал нас сегодня Петр Дострочной победой Всем друзьям Едемышленникам Организаторам Большое спасибо! Ну еще раз Поблагодарил Кратко Сестра таланта Понимает, что Зрители пришли Смотреть бои И старается Наверное Максимально Кратко Ясно Быстро Чтобы Люди Смогали Насладиться Смогали Круто